А у нас в студии гости Игорь Пилипишин и Павел Панфинов, владельцы магазина Трэндон. Ребята, рады приветствовать вас в нашей студии. Добрый день. У меня сразу первый вопрос к вам. Сегодня говорим всецело о бренде. Если говорить конкретно о вашем магазине, то это просто... Там все лучшие бренды Украины, насколько я понимаю. Правильно же? Ну, можно сказать, что да. Пока что еще не все, и скоро будут. Как вот пришла идея открыть в Николаеве, казалось бы, город не всегда, к сожалению, не всегда блеща тем, что вот люди как-то интересуются украинскими брендами? Как пришла идея, что пора внедрять? Ну, просто тут смотря как посмотреть. То есть, это есть такая очень старая история, если у нас есть время, я расскажу. Одного менеджера обувной компании отправили в Африку продавать обувь. И он там месяц, два, три и звонит, говорит, отправляйте все назад, потому что тут все ходят босиком. Ну, его отправили. Отправляют другого. Он звонит через три месяца и говорит, отправляйте еще, говорит, потому что тут все ходят босиком. То есть, здесь как посмотреть. Мы создали рынок, ну, заново, ну, вернее, вообще создали этот рынок, то есть, его не было. Не было в Николаеве магазина украинской одежды, ну, то есть, никто в него не ходил. Он появился, в него стали ходить. То есть, ну, только посмотреть. Поэтому Николаев, на самом деле, ну, хороший город. Разница брендов зарубежных и бренды украинские. В чем разница? Есть ли она? Ну, сейчас... Ну, раньше, конечно, было качество. Не в пользу украинских брендов. Но, как ни странно, здесь экономический кризис сыграл положительную роль. Потому что курс доллара и курс евро сыграл на импорте, да. И, ну, все заграничные вещи стали дороже. И это подстегнуло производство Украины, то есть, поэтому они теперь конкурентоспособны. А вот, если говорить непосредственно о вас, вы одеваетесь исключительно в украинскую одежду или же... Ну, к сожалению, пока что нет, но как на мне, так и на Игоре присутствуют... Украинские бренды. Украинские марки, да, то есть, вот на нас футболки разных брендов. На нем, я забыл, как называется, на мне хованки. Лаки Хумана. Лаки Хумана, да. А ближайшие, вот, какие-то вот ваши планы связаны непосредственно с брендированием, ну, непосредственно вот вашего магазина? Насколько я знаю, есть еще в Одессе магазины. Да, у нас есть магазин в Одессе и в Николаеве. То есть, ну, как ни странно, Николаевский был впервые, да. И долгое время даже Одесса догоняла его, ну, в плане продаж. Ну, то есть, это такая коммерческая тайна, но Николаевский магазин продавал лучше, чем Одесса. Уже не тайна. Да, что стало для меня лично большим удивлением. Мы хотим, ну, то есть, мы не хотим идти стандартными путями в плане, ну, рекламы и продвижения. Мы хотим развивать так называемое общественное пространство, то есть, ну, непосредственно через свой магазин. То есть, мы не хотим засорять и так, ну, засоренный город, который, ну, просто страдает от обилия наружной рекламы. Мы хотим обыграть это через пространство возле магазина, скажем, да. То есть, мы планируем сделать парклет. То есть, это такая смесь скамеек с каким-то мини-парком. То есть, первый был в Ивано-Франковске сделан. То есть, это какое-то общественное пространство, куда пешеходы, в первую очередь, могут прийти. То есть, это не только магазин, это место отдыха. Да, это место отдыха, но при этом, то есть, оно доступно для всех, и оно привлекает внимание к магазину. То есть, через какую-то полезную штуку, да, мы привлекаем внимание и к себе тоже. То есть, мы делаем что-то хорошее для города, для людей. С какими сложностями вы столкнулись, когда открывали магазин? Что было самое сложное? Наверное, было самое сложное собрать всех вместе. Потому что, так уж случилось, что многие бренды еще нехорошо знакомы с логистикой и со всей структурой. И они многие, те, кто делают одежду, они же ее пытаются продать, они же придумывают маркетинг. Мы пытаемся дать им понять, что они должны делать качественно какую-то одну вещь, да, производить, допустим. Мы берем на себя какие-то обязательства разрекламировать их и, грубо говоря, продать. И задача была собрать их вместе воедино на одной площадке и представить их качественно клиенту. А сколько, вот примерно сейчас, на сегодняшний день есть украинских брендов? Вообще? Да. Ну, по оценкам аналитиков около, там, 2000. То есть, я на завтра смогу найти, может быть, 700. Мы работаем порядка 150 брендов, то есть, плюс-минус, там, кто-то уходит, кто-то приходит. То есть, конкретно в Николаеве уже представлено минимум 150 брендов? В нашем магазине, да. И, до нашего удивления, кстати, в Николаеве очень много брендов, как оказалось. Как оказалось, да. Да, мы когда открылись, у нас были… Именно Николаевские? Именно Николаевские. Мы когда открылись, мы собрали всех с Украины и к нам начали приходить ребята с Николаева, которые говорят, здрасте, тренден, мы тоже делаем одежду. Вот. И у нас порядка 15 брендов Николаевских, кто-то еще мало, кто-то уже велик, делает качественную одежду, аксессуары, обувь и так далее. Хорошо. Какие перспективы, какие перспективы украинской одежды? Когда она станет, ну, по вашим, например, предположим? Известна всему миру. Ну, для начала она должна быть известна во всей Украине, то есть, это первая ступенька. Я думаю, что пройдет еще несколько лет и появится ниша украинского масс-маркета. То есть, все знают Zara, да, но Zara тоже начинала с маленьких магазинчиков и выросла в самую большую компанию мира. То есть, мы хотим, чтобы в Украине появился масс-маркет, то есть, чтобы это были не какие-то единичные вещи, да, а чтобы первым делом, когда ты шел в магазин, что-то себе купить, да, ты, скорее всего, попадал на что-то украинское. У многих, наверное, еще живет тот страх, что купить что-то украинское, это как что-то советское, это какая-то промышленность, что будет некачественно. И выбросить деньги на ветер. То есть, ну, может быть, вот в чем раньше была проблема отечественная одежда? Всегда она была качественная, крепкая, ты мог не ходить 10 лет. Ну, она у всех была одинаковая. Но хотел ли ты ходить в ней 10 лет, да? То есть, ну, она вот проблема, скажем так, с арт-дирекшеном, да, есть такое слово, то есть, с дизайном. То есть, есть качество, ну, были очень большие у нас фабрики, там, по легкой промышленности, но, ну, оно все было одинаковое, серое, и все хотели... Да, оно защитит от выстрелов, от радиации. Да, ну, то есть, все, ну, там, мы, конечно, уже этого не помним, да, но наши родители это помнят наверняка, там, то есть, джинсы, это было что-то вообще сверх, сверх крутое, то есть, за них можно было сесть, там, танцовщики, там, садились на 10 лет за то, что продавали джинсы, да, потому что, ну, нельзя было этого делать, да. А в Америке это рабочая одежда, то есть, ну, там, все ходят в джинсах, потому что дешево, практично и удобно. За какую сейчас можно одежду отсидеть? Не знаю. Не, ну, может быть, в каких-то арабских странах с жесткими правилами, там, можно за шорт, наверное. Скажите, а как правильно одеваться, чтобы быть в тренде этой весной? Меня поставили в тупик сейчас. На самом деле, как по мне, то есть, я пришел к такому выводу, что мода уже не меняется, то есть, ну, уже все придумали, и сейчас, грубо говоря, ну, выбор за человеком. Да, выбор за человеком, то есть, ты можешь в городе встретить человека, одетого, там, по моде, там, каких-то 90-х годов, да, там, сумки-бананки, там, популярные раньше. Можешь встретить человека, там, во всем черном, в мантиях. Можешь человека в котелке, то есть, с тростью. Ну, то есть, оно настолько все перемешалось, что, ну, грубо говоря, сейчас такое безвремение, и, ну, все смешалось. То есть, если ты что хочешь для себя, то и трендово. Скажите, а мы вот в этой одежде, мы с Мишей в тренде? Как вы считаете? В первую очередь, мы из трендона, и, соответственно, мы в тренде. Из трендона. Ну, Миша вообще, да, то есть, это сейчас уже второй год, пик, то есть, монохромные вещи, черные, безразмерные. Вот он еще обещал прийти и купить мантию, и тогда он будет вообще в тренде. На высоте. А цветы, да, точно, то есть, цветы, ну, цветы всегда, всегда в тренде. Всегда актуальны. Всегда актуальны, да. У меня еще такой вопрос, вот, по вашим меркам, Николаев это модный город или не модный? Брендовый или не брендовый? Ну, я здесь не живу, тут, скорее всего, ну, то есть, я сам из Николаева, но уже не живу одиннадцать лет, наверное, Игорю нужно задать этот вопрос. Игорь, расскажи. Николаев становится модным день со днем, благодаря нам, конечно же. Вот, но на самом деле Николаев такой город, который очень тяжело воспринимает что-то новое, и это его проблема. Если брать в пример, допустим, Одессу, то Одесса более открытая к чему-то новому, может быть, потому что это порт, может быть, это в связи с историей такой, но вот Николаев очень тяжело приходит к чему-то новому. Ну, вот, наконец-то уже я вижу тенденцию к тому, что молодые люди могут прийти и позволить себе купить что-то неординарное и чувствовать себя комфортно. Один из последних вопросов. По вашему мнению, меняет ли одежда человека? То, как одевается человек, становится ли он другим? Ну, я думаю, скорее, одежда – это отражение внутреннего мира человека. То есть, ну и, конечно же, если ты чувствуешь себя комфортно, да, тебе нравится, как ты одет, то ты себя и по-другому чувствуешь. А вы как считаете, Игорь? Я думаю, что, конечно, это отражение человека, но мы всегда стараемся что-то дать человеку потрогать в магазине, что-то померить новое, чтобы он посмотрел на это на себя со стороны. Его или не его? Да, его, не его, чувствует ли он себя комфортно. Никогда не навязываем что-то конкретное. То есть, мы не впариваем. Мы никогда не впариваем, да. У нас атмосферное место, где… Ну, это и подкопают людей, наверное, да? Они понимают, что… Ну, то есть, если человеку не идет, мы им говорим, что, ну, вот вам не идет, вам нужно лучше попробовать вот то-то и то-то. То есть, мы хотим, даже когда мы там ставили, станем суперкорпорацией, чтобы там все наши, там, 40 магазинов по Украине, грубо говоря, да, чтобы они были индивидуальны, чтобы там ты мог прийти, и ты там знал по имени продавца, там, выпил кофе, пообщался, там, поговорил о жизни, ну, и при этом приятно с пользой провел время.